Микс Ньюс 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 А Индия – это Китай. Вот три таких глобальных шахматных точки. А вот вы играли с Магнусом Карлсоном за звание чемпиона мира. Я знаю, что вы же были хорошо знакомы до этого матча. И, в принципе, даже в какое-то время вы с ним общались достаточно неформально. То есть не только за шахматной доской. Да, здесь можно сказать, что мы с Магнусом одного года. И, соответственно, практически с детства участвуем в одних и тех же соревнованиях. Если брать до 14-15 лет, я его превосходил, причем довольно сильно. Потом мы где-то сравнялись, но уже где-то лет в 17-18 он меня начал превосходить. И пока что я не могу до него добраться. Но, тем не менее, конечно, я горжусь тем, что сыграл столько партий с величайшим шахматистом мира. Некоторые из них очень хорошо, некоторые не очень. Конечно, он опаснейший соперник. И с ним очень тяжело играть чемпион мира. Ну, я хочу сказать нашим слушателям, что, в принципе, 12 партий были сыграны в ничью, основные. И это только победитель выявился на тайбрейке, то есть на укороченных шахматах. Вот чем это отличается, укороченное время? То есть что это, в чем это отличие, почему так именно завершаются чемпионаты мира? Ну, дело в том, что, когда основные партии завершаются в ничью, то в шахматах нужно определить победителя. И это то же самое, что в футболе. У вас первое играется дополнительное время, потом серия пенальти. В шахматах то же самое. Дополнительное время – это быстрые шахматы, а серия пенальти – это уже блиц. Поэтому это такой способ определения победителя. В принципе, я, положа руку на сердце, больше люблю играть в быстрые и блиц, чем в классику. Потому что классика – это очень тяжело. Это тяжелая работа, это подготовка несколько часов, это потом сама игра, которая тоже бывает по 6-7 часов. То есть ты, в принципе, себе не принадлежишь, а принадлежишь шахматной доске. А что касается быстрых и блица, ты значительно больше играешь в свое удовольствие. И, допустим, в блиц ты играешь приблизительно в день по 10 партий, скажем, в турнире проходит. И даже если в одной, в двух что-то пошло не так, у тебя все равно есть шанс отыграться. А в классических шахматах играется только одна партия, и цена ошибки достаточно высокая. В общем, классические шахматы, они сложнее, чем быстрый и блиц. И, честно говоря, в нашем современном мире, где все убыстряется, все ускоряется, мне кажется, будущее именно за блицем. — Вы заговорили действительно про то, как играется чемпионат мира по шахмату. Почему, если говорить про аналогии с футболом, почему нет такого, что собираются все самые сильные шахматисты и выявляют среди них, как в футболе? Почему чемпион мира имеет такое преимущество, что ему нужно только отстаивать свой титул в борьбе с претендентом? — Да, в этом плане у чемпиона мира, конечно, он чувствует себя значительно комфортнее, он играет раз в два года матч, если выиграл, то может почивать на лаврах еще два года. Но, могу сказать, он не из тех, кто почивает на лаврах, он играет во всех турнирах и побеждает. Но, что касается самого формата, в принципе, у каждого формата есть свои плюсы, свои минусы, но, тем не менее, мне нравится именно такой формат, какой есть, что есть достаточно честный и спортивный отбор, у каждого есть шанс отобраться. — Да, чемпион мира может играть в матч-турнире, где участвовало бы 80 сильнейших шахматистов мира, и этот турнир назывался бы чемпионатом мира. Но все-таки у шахмат есть исторические масштабы, где уже больше ста лет чемпион определяется именно в матче за звание чемпиона мира. Это наша шахматная история, в принципе, я не думаю, что от нее стоит отказываться. — Ходят слухи, во всяком случае, я читал о том, что когда вы готовитесь к серьезным матчам, поединкам, вы становитесь буквально недоступными, и ваш номер телефона, вот сменив номер телефона, его даже не имеет ваш менеджер на руках, да? — Ну, такая история была, когда я выиграл турнир претендентов в Москве в 2016 году, и отобрался вот как раз на матч с Мангусом Калсоном, было полгода на подготовку, и я действительно, я поменял номер телефона, и я максимально закрывался от всех, от прессы, хотя все равно я давал достаточно много интервью, все равно меня как-то... Получалось у журналистов меня находить, но, тем не менее, я сокращал бессмысленное общение, это уж точно, потому что нужно было именно конструироваться, готовиться. — Вот по поводу подготовки и проведения в спорте, сейчас тема допинга очень бурно обсуждалась, а вот у шахматистов может ли быть какой-то допинг? То есть, я знаю, что существует допинг-контроль. — Дело в том, что у шахматистов другая проблема, проблема компьютерных подсказок. Вот компьютерные подсказки, в отличие от допинга, могут на 99,9% привести к победе, ну, то есть, практически гарантированно. А допинг сам по себе, ну да, ты можешь увеличить работу мозга на 5%, на 10%, но все равно, если ты перед этим не провел гигантскую работу, то есть, у нас совершенно невозможно, что какой-то человек с улицы, не занимавшись шахматами, принял какой-то допинг и обрел чемпионом мира, это просто немыслимо. Поэтому все решается достаточно честно, за доской, но вот единственное, что нужно очень сильно и пристально следить за компьютерными подсказками. — А вот совсем недавно вышла книга Ювеля Харари, израильского философа, который говорит про искусственный интеллект, и он обращает внимание, как раз проводит аналогию с шахматами, и он говорит о том, что сейчас, ну, если раньше я считал, что компьютерная программа, она не способна на творчество, она может, ну, вот, просчитать варианты, но какие-то творческие, какие-то интересные ходы, это вот, ну, это прерогатива человека, а сейчас, наоборот, вот какой-то нестандартный ход на чемпионате сразу вызывает подозрение, что человек воспользовался подсказкой компьютера, и, ну, то есть, он делает вывод, говорит, что искусственный интеллект, ну, в принципе, обгоняет, и вот даже человека в такой, ну, в таком, в оригинальности, в таких вот вещах. Ну, дело в том, что компьютеры уже много лет играют сильнее, чем человек, они просчитывают миллионы вариантов в секунду, ну, и человек просто не способен против них противостоять, но, тем не менее, есть вот, буквально полгода, год назад появился искусственный интеллект именно в шахматах, вот компания Google привнесла искусственный интеллект, был даже матч, вот, искусственный интеллект, программа против, там, чемпиона мира среди компьютерных программ, и основной прикол был в том, что искусственный интеллект самообучился игре в шахматы за 4 часа, то есть, как бы там ввели просто настройки, что вот там есть игра в шахматы, вот такие правила, он самообучился, и за 4 часа потом он обыграл чемпиона мира среди компьютерных программ. То есть, искусственный интеллект сейчас, ну, настолько сильный и настолько, как бы, сильнее человека, к сожалению, да, что с ним соперничать бессмысленно. Но вот это не обесценивает ли, как будто бы, сам смысл шахматной игры, находить какие-то интересные, нестандартные решения, красивые комбинации, которые потом остаются в истории, как, я не знаю, там, партия в опере, там, или бессмертная партия, которая, ну, вот, просто разбирается, вот, как какой-то пример красивых шахмат. Ну, ведь дело в том, что человеческие шахматы, они никогда не исчезнут, всегда интереснее играть с человеком, чем с компьютером, потому что человек ошибается, человек рискует, человек какие-то планы мыслит планами, а бездушная машина, что с неё взять? Вот, и поэтому я думаю, что, в принципе, ведь никто не соревнуется с человеком, с компьютером в поднятии тяжести, там, ну, именно с машиной, вот, в беге, там, ну, то есть, человек не может бежать быстрее, чем едет машина, но, тем не менее, тем не менее, ведь все эти виды спорта, они остаются, и то же самое шахматы, они останутся, да, компьютеры будут своеобразными судьями, они будут говорить, где люди допускают ошибку, как им нужно было сыграть сильнее, но при этом чемпион мира, вот, Магнус Карлсон и все остальные ведущие шахматисты мира, они останутся навсегда в истории. А вот, если вернуться к предстоящему этапу чемпионата мира по шахматам, вот, что ожидает, как вы оцениваете, вот, противников, то есть, кто принимает участие в этом чемпионате, насколько это сильные, насколько нас ожидают, вот, яркие, интересные игры, поскольку я знаю, что можно и в национальной библиотеке просто приходить и наблюдать, смотреть за этими играми. — Да, да, это будет сильнейший турнир, я думаю, что, ну, может быть, в истории Риги. Ну, так это будет нескромно звучать, но я думаю, что это так, потому что собрались, ну, все сильнейшие шахматисты мира, ну, вот, кроме Магнуса Карлсона, которому здесь просто не нужно играть, потому что как раз-таки все отбираются к нему, вот. А так будут играть все сильнейшие, состав очень ровный, у всех шахматистов есть шансы на победу, причем именно, что я говорю, что объективно у всех, то есть, нет человека, которого бы я точно сказал, что вот это точно не выиграет, нет. Все очень сильные, все будет зависеть от того, кто сумел лучше подготовиться, кто в лучшей форме выйдет и покажет лучшую игру. А насколько вот подготовка включает в себя, может быть, какие-то особые, я не знаю, режимы, особые диеты, вот существуют ли у шахматистов какие-то такие вот секреты? В принципе, да, ведь шахматист – это человек, который комплексно готовится, это не только шахматная подготовка, это общая физическая подготовка, это состояние здоровья должно быть хорошее, это, безусловно, должен быть рацион питания, который бы соответствовал, потому что вообще, вот если вы посмотрите на всех ведущих шахматистов, то ни одного вы не найдете, кто был бы там, ну, скажем, очень толстым или там совсем не спортивным, то есть, все занимаются спортом, все за собой следят, потому что это необходимо именно, чтобы соответствовать. Потому что если ты не спортивный, то там, скажем, на четвертом-пятом часу борьбы ты просто будешь не удерживать напряжение, будешь проигрывать. Ну вот мы все, наверное, помним, как Хастап Бендер делился в 12 столях замечанием, что Касабланка окуривает противников дешевыми сигарами, чтобы, значит, их вывести из себя, вот насколько, ну, это был просто эпизод, насколько действительно вот это противостояние двух личностей, ведь мы все помним, что, по-моему, там где-то был, я не помню, в матче, кто против кого, там чуть ли не гипнотизеров использовали, по-моему, Корчной против Карпова, да, там утверждали, что якобы гипнотизировали игроков. Вот насколько вот такого рода сейчас, ну, присутствует такое давление на соперника, и насколько оно может быть в шахматах, считается ли это спортивным, не спортивным? Ну, я думаю, что это просто вопрос психологии, и, в принципе, насколько я слышал, потом признавались, что никакого психолога, ну, что никакого влияния он не оказывал, что это просто был такой вброс для того, чтобы соперника как-то подавить морально. Вот, поэтому на самом деле побеждает тот, кто лучше играет за доской, кто лучше подготовлен, но при всем при этом, конечно, психология и уверенность в себе, она очень важна, потому что бывает же в шахматах, ну, так же, как, ну, скажем, можно провести аналогию там в картах, что в шахматах тоже бывает, что ты рискуешь, ты идешь на сомнительный вариант, и очень важно бывает, что ты должен разгадать блеф соперника, наказать его за блеф, и вот такие моменты чисто психологические, они тоже присутствуют в шахматах, и ты должен как бы быть к ним готовым. — А вот эта известная история о том, как Роберт Фишер вообще не пришел на матч с Смысловым, и вроде бы, ну, вот он, я понимаю, что ему засчитали поражение, но он благодаря этому получил какой-то, ну, вот Смыслов разнервничался, и он следующий... — Со Спасским. — А, извините, со Спасским, да-да-да. — Да-да-да, действительно, это был матч на первенство мира, причем это был такой самый политический, можно сказать, матч, когда Советский Союз впустил полностью все силы для того, чтобы обыграть американца Бобби Фишера, и, конечно, это транслировалось по всем мировым телеканалам, исторический матч, и получилось, что Спасский выиграл первую партию матча, во второй партии Фишер не пришел, исключительно по какому-то надуманному предлогу, сказал, что вот он хочет играть без зрителей, что там лампа светит, что-то там еще, ну, таких причин можно тысячи придумать, вот. Он не вышел, ему засчитали поражение. В этот момент, если бы Спасский сказал, что я буду играть только со зрителями, только в зале, если он не хочет играть, пусть не приходит, и в итоге, я думаю, что он, ну, как бы, что засчитали бы ему победу, что Фишер бы не пришел, и история бы повернулась совершенно по-другому. Но Спасский проявил джентльменство. В принципе, шахматисты в целом они джентльмены. У нас все-таки джентльменская игра. Спасский проявил джентльменство, они начали играть без зрителей. Фишер набрал после этого форму, получил заряд уверенности, и после этого матч переломил и выиграл. Вот исторический матч. Но есть ли, вот, скажем, в вашей практике такие вот моменты, когда какие-то политические разногласия? Ведь сейчас действительно, ну, история, можно сказать, повторяется. Очень напряженные какие-то отношения и постоянно, ну, между странами. Вот может ли такое повлиять на ваше отношение к сопернику в игре? Да нет, на самом деле, все зависит от соперника. Какая разница, какую страну он представляет. Если он человек хороший, то зачем эти интриги? Вот. И я думаю, что шахматы, наоборот, призваны объединять. Шахматы, да и вообще все виды спорта, они призваны объединять людей, которые разъединяются по какому-то искусственному признаку, по национальному или по религиозному, или по какому-то еще. Вот. И поэтому в этом я вижу какую-то такую высшую цель шахмат. Но с другой стороны, ведь всегда присутствует некоторая, ну, не то чтобы ревность, но желание. Недаром, по-моему, даже лозунг вернем шахматную корону в Россию. То есть, ну вот, поскольку он оказывает ведь, наверное, давление, то есть, какое-то определенное на шахматиста, если он чувствует, что на нем лежит ответственность не просто за личный свой успех, но он представляет страну, и это как бы будет, ну, ставки повышаются. Ну, с одной стороны, это ответственность, с другой стороны, это престиж. Я, например, часто, когда играл матч на первенстве мира, рассказывал, что, ну, без преувеличения там очень-очень-очень много людей, тысячи, тысячи, если не миллионы людей меня поддерживали в России. Я им очень благодарен за помощь, и, как бы, эта поддержка мне очень сильно помогала. Вот. Ну, с другой стороны, я, конечно, чувствовал, что это ответственность. Я должен стараться, должен показывать все, на что способен. Ну, в принципе, я и показывал. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу в время новостей, после чего вернемся в студию. Я напомню, что один из сильнейших шахматистов мира, Сергей Корякин, сегодня в нашей студии, и мы продолжим разговор через несколько минут. Продолжается программа «Встретились, поговорили», и я напоминаю, что буквально завтра начнется этап чемпионата мира по шахматам в Риге, World Chess Riga Grand Prix, и сильнейшие шахматисты мира приехали в Латвию на такой отборочный этап. И вот один из сильнейших шахматистов, Сергей Корякин, сегодня в нашей студии. Вот скажите, что приключилось? Вот ведь существует организация ФИДЭ, которая занимается организацией, а в какой-то момент даже было какое-то двоевластие, то есть была попытка создать альтернативную какую-то организацию, и были даже какое-то время параллельно несколько чемпионов мира по разным версиям. Насколько это вот в мире шахмат вообще, ну не слов ли это какую-то путаницу? Да, такая путаница действительно была. В 90-е годы, когда Гарри Каспаров был чемпионом мира, он используя свой авторитет, свой вес в шахматном обществе, попытался создать альтернативную организацию, и в итоге ничего хорошего из этого не получилось. То есть одно дело, когда одна организация, один чемпион мира, и все понятно, а другое дело, когда идет какое-то раздвоение, разные версии, разные титулы, и в итоге, говоря, я очень рад, что в 2006 году прошел объединительный матч на первенстве мира между Владимиром Кравником и Веселином Топаловым в листе, вот Кирсан Ильмжинов организовывал, и после этого шахматный мир уже объединился, сейчас есть один чемпион мира, все четко, есть четкая система розыгрыша чемпионата мира, и, в принципе, с точки зрения организованности шахмата в этом плане достаточно хорошо все. И, насколько я знаю, что даже на официальном сайте ФИДЭ можно будет наблюдать в режиме реального времени за теми партиями, которые будут играться на вот этом чемпионате? Ну, на самом деле, это на многих ведущих шахматных сайтах можно наблюдать трансляции онлайн, просто в интернете найдите, самое простое, это зайти на крупнейший сайт, это Ческом, и там вы все найдете. Вот эта популярность шахмат в Советском Союзе, я помню, как при каждом дворце пионеров были шахматные кружки, и шахматы, просто можно было выйти в один из наших парков, в парке Кронвальда, всегда сидели пенсионеры, там, и мужчины, которые играли в шахматы просто на скамеечках, это было какое-то, ну, действительно, по ветре в 70-е годы. Вот мне кажется, что вот в 80-е, 90-е, может быть, это из-за, ну, какой-то сложности жизни, ну, какая-то роль в шахмат чуть-чуть ушла, вот они ушли на второй план из жизни. Вот насколько удается вернуть интерес к шахматам и воспитать какое-то молодое поколение ребят, которые интересуются этим? Ну, вообще, я считаю, что за последние несколько лет, вот, по крайней мере, в России произошел такой хороший шахматный бум, шахматный всплеск, когда, ну, я там добился определенных успехов, там вышел на матч на первенстве мира, также стал чемпионом мира по блицу, ну, и там другие ребята тоже хорошо выступали, и на фоне этого проснулся шахматный интерес, люди вспомнили, что шахматы – это замечательная интеллектуальная игра, и начали открываться новые шахматные клубы, шахматные школы, очень много детей начало заниматься шахматами, очень много родителей начали отправлять своих детей, соответственно, в секции, и этот интерес, он действительно возродился после, там, какого-то незаслуженного забытия. Ну, вот, недавно у нас был даже документальный фильм, посвященный Михаилу Талю, где были исторические кадры, когда после победы его, возвращения его в Ригу, люди, там, огромное просто пространство, заполненное людьми, его поднимают на руки, и его просто несли до дома на руках. Вот шахматисты сейчас, они, их популярность, их узнаваемость, вот, насколько велика, часто ли, ну, просят сфотографироваться, брать автографы в мире шахмат? Ну, конечно, со временем Советского Союза это не сравнить, это понятно, потому что, ну, тогда шахматы были абсолютно на каком-то, на колоссальном уровне, но сейчас могу сказать, что после того, как я вернулся из матча на первенство мира в Нью-Йорке, практически все партии этого матча транслировались по Матч ТВ, по другим каналам в интернете транслировались, в режиме онлайн, очень многие гроссмейстеры комментировали, и я вернулся другим человеком, я вернулся знаменитым человеком, то есть, меня столько крутили по телевизору, что после этого на меня посыпались там предложения прийти на эфиры, на съемки, я участвовал в рекламе разных банков, разных брендов, вот, и я действительно стал, ну, на тот момент очень популярным человеком, конечно, уже там прошло три года, уже, может быть, эта волна немножечко схлынула, ну, по естественным причинам, да, но, тем не менее, я до сих пор чувствую, что уже узнаваемость у меня кардинально другая, и меня довольно часто узнают. А вот для молодых ребят, которые приходят в шахматные клубы, вот, ведь можно ли сказать, что шахматы становятся все-таки больше уделом молодых, потому что я посмотрел статистику, Стейниц ведь в 50 лет стал чемпионом мира, Михаил Таль в 24, то есть, ну, вот прошло, ну, сколько, ну, полвека там, ну, может быть, чуть больше, и вот насколько помолодело, там, Ласкер, он 27 лет удерживал титул, ну, то есть, он, опять-таки, и Алёхин ушел из жизни, вот, непобежденным чемпионом в 50, то есть, вот, в принципе, этот 50 лет, это считалось, ну, нормальным для чемпиона мира, а сейчас, в принципе, вот, если вспомнить, кто, по-моему, в 19, Пономарев, по-моему, в 19 лет, да? Да, 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 по-моему, даже в 18, но все-таки Пономарев стал чемпионом мира по нокаут-системе, и сейчас те же нокаут-турниры, они уже идут как Кубок мира, считается, уже их переименовали, это уже не чемпионат мира, и, кстати говоря, вот точно такой же Кубок мира я выиграл в 2015 году, то есть, если бы я его выиграл чуть раньше, тоже, можно сказать, я бы был чемпионом мира, но все-таки это объективно, объективно я считаю, что вот чемпион мира должен пройти вот такой вот шахматный путь, отобраться на матч и выиграть матч, тогда уже, ну, такой будет признанный чемпион мира, но, тем не менее, нет, я ничего против не имею, был, значит, был, вот, а что касается возрастов, то сейчас шахматы, безусловно, молодеют, вот совсем недавно ушел у нас шахматный гигант, чемпион мира, Владимир Крамник, уж был шахмат, к сожалению, вот несколько месяцев назад, буквально после неудачного турнира Вик-НЗ, он понял, что, наверное, уже тяжело ему соответствовать, тяжело бороться на том же уровне, что и раньше, вот, а так, в принципе, я думаю, что полноценно, до 35, максимум до 40 можно играть, и потом уже, ну, конечно, можно продолжать играть и до 50, но просто уже, словно говоря, это будет там не первая, не вторая десятка, а там уже где-то там в районе 50, условно говоря, места. Ну, хотя есть, конечно, какие-то приятные исключения, такие, как Вишенатан Анант, который до сих пор там во второй десятке держится. — Скажите, вот, я знаю, что вы часто общаетесь для, ну, и с журналистами не отказываете в интервью и встречаетесь для сеансов одновременной игры, вот насколько для, ну, вот, практически без чемпиона мира, победителя мировых чемпионатов, играть, вот, скажем, с заведомо более слабыми игроками, насколько, ну, это не, как это бы сказано, не теряете ли вы квалификацию, ну, то есть, условно говоря, играют с заведомо более слабыми соперниками? — Да нет, это всего лишь сеанс одновременной игры, я же не каждый день с ними играю. Тут просто самое главное, чтобы не терять навыки, нужно постоянно заниматься, постоянно быть в тонусе, скажем так, и, конечно, если ты начинаешь заниматься там другими вещами, и популяризация шахмат, то это может отнимать у тебя необходимое время, которое ты бы мог потратить на занятия. Ну, и плюс, всё-таки, ещё нужно учитывать, что у меня семья, двое детей, тоже требует время и внимания, и, конечно, ну, к счастью или к сожалению, но это так, что я занимаюсь сейчас меньше, чем вот какое-то время назад. — Скажите, вот, если не секрет, дети, ну, есть ли какая-то преемственность? Обычно всегда считается, что там у спортсменов, у артистов особенно, то есть дети идут по актёрской, как-то формируются династии. Вот насколько бы вы были рады, если бы дети выбрали вашу профессию? — Вы знаете, кому-то это может показаться диким, но я бы не очень хотел, чтобы они были шахматистами, потому что, в принципе, уже для меня шахматный мир, но в какой-то степени не осталось в нём тайн, не осталось ничего нового, и хотелось бы где-то, чтобы они в другой сфере себя проявили. Но при этом, конечно, я научу их играть, если будет желание, я буду их поддерживать, тренировать, всё что угодно. Понятное дело, что если я увижу талант, то талант закапывать в землю нельзя. Но в целом, если так помечтать, то где-то я бы предпочел, чтобы в другой сфере они бы себя проявили. — А что вообще дают человеку шахматы? То есть мы понимаем, что ведь становятся единицы, ну, гроссмейстерами становятся теми, кто профессионально начинает этим заниматься. А для простого обычного человека что такое шахматы? — Да, вот, начиная от того, что вы начали говорить, действительно, шахматы с какой-то точки зрения не очень благодарны вид спорта, потому что ты можешь 10 лет заниматься, стать там слабеньким гроссмейстером и, в принципе, ничего особого не достичь, и потом, скорее всего, перейти на тренерскую деятельность. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что зарабатывать именно на игре в шахматы у тебя не получается. К сожалению, это происходит сплошь и рядом. Потому что в шахматах зарабатывает хорошо, ну, может быть, первые там 30 человек, ну, хорошо, там, даже если округлим, там, 50, даже 100, ну, а все остальные тысячи, десятки тысяч человек, которые играют, чем они должны зарабатывать? Вот они все переходят на тренерство, как правило, заниматься с детьми. Вот, вторая часть вопроса была... — Была, что вообще даёт, вот, например, ну, вот, ребёнок, зачем отдавать ребёнка в шахматную секцию, если мы, ну, вот, обычно отдают играть на скрипке с надеждой, что это станет великий скрипач. А вот с шахматами? Шахматы... Я всегда чувствовал, что шахматы мне помогают. Шахматы очень много развивают навыков. Это интуиция, это логика, это планирование своих поступков. Это ответственность за свои поступки в шахматах. Допустим, ты сделал ход, и ты его уже не можешь вернуть назад. То есть, есть же даже знаменитое правило в шахматах. Взялся, ходи, уже всё. Ты взялся за фигуру, ты должен уже понимать, что ты будешь делать и зачем ты делать. И то же самое в жизни. В жизни ты уже думаешь, стоит ли тебе говорить какие-то вещи, стоит ли тебе делать какие-то вещи, потому что ты их уже не вернёшь назад. И шахматы помогают повзрослеть. Шахматы повышают вашу самостоятельность. Они для детей очень полезны. То есть, я сейчас не говорю про шахматы высших достижений. Это как раз может быть не очень полезно, по 6-7 часов в день, чтобы ребёнок занимался. Но шахматы для общего развития двумя руками за. В какое-то время, я помню, что была такая теория Капабланки, что он говорил, что в конце концов шахматы умрут, потому что всё будет сводиться к ничьим. Жизнь, она опровергает или подтверждает эту теорию? С одной стороны, подтверждает, потому что шахматы – это уже точно ничейная игра. Это совершенно очевидно. Особенность, когда вы анализируете шахматные задачи, шахматные позиции с компьютером. Но, с другой стороны, шахматы живы, потому что в шахматах есть бесконечное количество вариантов, ну, по крайней мере, для человека. Человек их запомнить все не сможет. И поэтому человеческие шахматы, они были, есть и будут. Всегда будут люди, которые будут ошибаться, будут рисковать, будут жертвовать, корректно или некорректно – другой вопрос. И с людьми всегда будет интересно играть. С компьютерами – нет. Я вот помню, что, включив однажды телевизор, я увидел очень трогательную сцену, когда, по-моему, это была программа «Лучше всех», там, с Галкиным, где маленький, талантливый очень мальчик-шахматист, ему предложили сыграть вот с Анатолием Карповым. И Карпов обыграл этого мальчика, ну, расстроил его до слез. И, в принципе, я думаю, что многие подумали, ну, что же, ну, вот, ну, неужели он не мог, как бы, подыграть, ну, то есть, сделать так, чтобы мальчик победил, это, может быть, его вдохновило бы на дальнейшем. Но на что, вот, по-моему, Карпов отвечал, что я никогда никому не поддаюсь, я не могу вот так. Вот у вас, вот, в вашей практике вы когда-нибудь поддавались кому-нибудь? Нет, ну, честно говоря, Карпов поступил, ну, я бы не сказал, нехорошо, это, наверное, слишком было бы грубо, но в том плане, что он поступил так, как, скажем, как будто бы играл там с Грассмейстером или там с чемпионом мира. Конечно, когда я играю с сильными шахматистами, я никогда не поддаюсь, это понятно. А когда я играю с детьми, ну, сеанс одновременной игры особенно, ну, когда ты видишь, что ребенок старается, все там пытается изо всех сил и действительно играет там лучше, чем другие, ну, бывает, что мы играем в ничью, в этом ничего нет зазорного. Вот. А что касается той передачи, так это был молодой талант Миша Осипов, и потом я приходил тоже на эту передачу, и мы тоже с ним играли, кстати, очень талантливый мальчик, и у него есть шахматная перспектива. А с Максимом Галкиным мы, кстати говоря, вчера летели вместе сюда, в Ригу прилетели одним самолетом, забавно тоже был. Ну, я думаю, что наверняка для многих рижан это будет таким большим интересным событием, возможность увидеть шахматных чемпионов и следить за тем, как проходит игра. Вот какие, например, самые красивые, вот вы считаете, партии шахматные в истории, и действительно ли можно ли получать от разбора шахматной партии такое же удовольствие, как, например, от прослушивания, не знаю, оперы, например? Да, да, конечно, безусловно, можно получить удовольствие, потому что есть шахматные ценители, шахматные эстеты, которые любят шахматы именно за их красоту. Я, в принципе, тоже очень люблю свое время, в особенности полюбил шахматы за счет того, что я увидел огромное многообразие вариантов, бесконечность просто возможных продолжений. И, конечно, несмотря на то, что я уже там большинство из них, скажем так, и изучил, но, тем не менее, какие-то комбинации для меня все еще не открылись до конца, и я до сих пор нахожу какие-то новые тайны. Поэтому шахматы, вот с точки зрения творчества, это очень интересная вещь. Мы затронули, с одной стороны, что Вы сказали, что есть страны, например, как маленькая Норвегия, которая может родить такого большого шахматного таланта, гения, как Магнус Карлсон, а все-таки, наверное, большие страны имеют больше возможностей. То есть, насколько я знаю, что просто Вы, родившись в Крыму, в 2009 году приняли российское гражданство, и говорили, что это все-таки открыло какие-то большие перспективы в плане реализации своих возможностей. Ну, конечно. Конечно, если ты находишься в большом городе, то у тебя значительно больше перспектив. И, как Вы правильно сказали, я поэтому и переехал, потому что, оставаясь в Крыму, у меня не было возможности для дальнейшего шахматного развития, потому что на тот момент, кроме меня, был только еще один гроссмейстер, и тот уже был на пенсии. То есть, мне не с кем было заниматься, а закапывать талант в землю не хотелось. Вот, поэтому было принято такое решение переехать. Я там благодарен российской шахматной федерации, что они предоставили для меня на тот момент все условия, и я действительно мог заниматься с сильнейшими тренерами. И, в принципе, своей игрой дальнейшей я доказал, что все это было не зря, я сыграл матч на первенстве мира. То есть, получается, что все-таки, как Вы сказали, большой город, то есть, большие страны, большие города, они раскрывают таланты, которые нужно найти вовремя и дать им такой, может быть, толчок в развитии. Да, конечно. Конечно, есть там шахматные столицы, это, в первую очередь, Москва, конечно, шахматные страны, Индия, Китай. И, в принципе, на всем пространстве бывшего Советского Союза шахматы до сих пор хорошо развиты, до сих пор есть там шахматные клубы почти везде, шахматные традиции, шахматные тренеры. И поэтому в наших странах, в Латвии, Украине, Грузии, Азербайджане, Армении, везде Вы можете заниматься и прогрессировать, и Вы можете найти специалистов именно по шахматной игре, которые Вам помогут. А уже там, скажем, в менее развитых шахматных странах… Вот, например, есть такой парадокс, что в Японии, казалось бы, там гигантская страна, просто сумасшедшая, с потенциалом колоссальным, вообще нет шахматистов, там буквально один-два, может быть. Дело в том, что у них есть японские шахматы, они все в них играют, а в традиционные они не играют. А представьте, если бы они играли в традиционные, они бы вообще уже были бы впереди планеты всей, но нет, не пошли бы на том пути. — Что можно пожелать, например, молодым ребятам, которые хотят заниматься шахматами? Например, на какие книги, учебники, с чего начинать это увлечение? То есть, если, например, действительно нет возможности каких-то большого города, больших тренеров, которые бы могли заниматься, с чего начинать? — Ну, во-первых, все-таки скажу, что детские тренеры, они обычно есть везде. Все-таки стоит поискать тренера. Если нет тренера в вашем городе, поищите его по скайпу хотя бы, потому что скайп открывает возможности практически бесконечные. Также шахматная литература обязательно, хотя бы книги, которые партии чемпионов мира. Вот это такая шахматная классика, которая обязательна для изучения всем. Вот. Потом также рекомендую, если есть доступ в интернет, то ведущие шахматные сайты, у них постоянно идут там аналитика, обзоры, можно играть онлайн, находить соперника. Вот сайт Чистком идеально для этого подходит. Есть и другие сайты. — Скажите, сколько вот, если музыканту нужно заниматься постоянно, ну, там, не знаю, скрипка, рояль, сколько занимаются шахматисты для того, чтобы не терять форму? — Вы знаете, я очень много занимался, вот когда мне было 7, 8, 9, 10 лет, я колоссально занимался шахматами, ну, часов по 8-9 в день. И, то есть, для того возраста, очень молодого, ну, я считаю, что это был огромный подвиг. Вот. Сейчас уже я могу заниматься столько же, но просто другое дело, что у меня есть семья, у меня есть какие-то вещи, обязательства, я просто не хватает времени. Тут уже не вопрос, что у меня нет сил, это вопрос времени свободного. Я уже столько не занимаюсь, но, в принципе, для того, чтобы поддерживать форму, ну, достаточно. Два-три часа, я думаю, что достаточно, и тем более, все равно, когда ты выезжаешь на турнир, все равно ты занимаешься больше, потому что турниры ты готовишься к партиям, играешь. Вот. А дома достаточно, ну, три-четыре, вот, больше не обязательно. — Изучаете ли вы, например, там слабые, сильные стороны соперников, партии, сыгранные вашими соперниками? — Да, да, конечно, конечно. Я изучаю в режиме онлайн практически все турниры, которые играются, ну, по крайней мере, ведущие точно. Вот. Смотрю, запоминаю, как-то у меня уже это автоматически происходит, что, ну, я посмотрел там несколько десятков партий своих соперников, я уже, у меня уже есть определенное мнение о них, мне даже не обязательно это все записывать, это у меня уже на автомате происходит. Ну, а так, да, конечно, я изучаю партии соперников. — Ну что же, спасибо огромное. Сергей Корякин сегодня был в нашей студии, один из самых сильнейших шахматных игроков, и Горас Мейстер, чемпион мира, и как в определенном... — Чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу. — И у нас в Риге, я еще раз напомню, 12-го числа, вот завтра начинается этап чемпионата мира по шахматам, следите, все, кто любит шахматы, добро пожаловать в Национальной библиотеке, вход совершенно бесплатный. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам. — Спасибо. — Удачи.